Полный абзац 7 часов 47 минут в Екатеринбурге. Самое время после всяких мозгобоин, после напряжения мозга продолжить его поднапрягать. В нашей рубрике «Полный абзац» представители библиотеки Белинского, как вы сказали, поднапрягать? Поднапрягать. Советуют нам поднапрягать мозги и, конечно же, об этом рассказывают. В нашей студии заведующая Центром депозитарного хранения документов Евгения Федотова. Доброе утро. Доброе утро. Ну давайте. Как вы нам сегодня советуете напрягать мозг? Скорее, я бы предложила сегодня не совсем напрягать мозг, а вдохновляться посещением культурных учреждений. Прекрасное предложение. И я предлагаю поговорить о театральных журналах из фонда библиотеки Белинского. Театральных журналах, я так понимаю, не современных? Самых разных, начиная от журналов, издаваемых в 20-е годы 20-го века и журналах современных. Так, давайте. Например, в 20-е и 30-е годы выходил очень интересный журнал, назывался он «Театр и музыка». Первый номер этого журнала вышел 14 октября 1922 года. Вообще журнал был еженедельный, и в фонде нашей библиотеки хранится несколько номеров этого издания. К сожалению, в 23-м году журнал перестал издаваться, потому что ушла из жизни главный редактор этого журнала. Стиличность очень интересная. Звали ее Бажена Витвецкая. Это на тот момент достаточно известная журналистка, театральный критик, автор статьи и рецензий в разных провинциальных газетах. И писала она даже под театральным псевдонимом «Бинокль». А вот в этом журнале что было и в этих статьях? Просто какой-то анонс, либо все-таки рецензии? Были самые разные вещи. И анонсы, и рецензии, и информация о театральных спектаклях. Причем, раз напечаталась чаще всего именно в провинциальных газетах, то информация была о театрах, театральных постановках в провинции. Были, конечно же, информация и о постановках в Москве и Санкт-Петербурге, но в основном именно в других городах России. Слушайте, а насколько этот журнал вообще влиял на умы людей? То есть, если была плохая, допустим, рецензия, все, спектакль закрывался? Я думаю, что нет. Ну вот сейчас ведь тоже выходят самые разные рецензии, и положительные, и отрицательные. Ну, сейчас-то их просто до черта источников информации люди следят за отзывами. А тогда, я так понимаю, это был единственный такой, да? Не совсем. Были и другие журналы. Правда, более поздние, например, в 30-е годы уже начал выходить журнал «Театр». Известный журнал, который существует и до сих пор, ежемесячный журнал. И в нем также печатались и рецензии, и информация о театрах, спектаклях, новых постановках, новых тенденциях в театральной жизни, назовем это так. Поэтому журналы были, и дореволюционные журналы, и в 20-е годы уже, несмотря на события, происходящие в России, периодика была в том числе и театральная. Так, а что еще касается вот этих вот журналов? Было ли там, вот просто-напросто интересно, как знаете, сейчас конкурсы какие-нибудь, где разыгрывались билеты на спектакли, на постановки, вот этого не было ничего? Этого не было. Этого не было, это уже тенденция сегодняшней. С современности. Да. Так, что еще у вас там в хранилищах есть? Есть очень интересный журнал «Театральная жизнь». Он выходил и выходит гораздо реже, 4 номера в год всего лишь. Но этот журнал иллюстрированный. Публиковались фотографии известных актеров того времени, фотографии со спектаклей, находившие опять же на площадках разных театров. А это какие годы? Ну, основан журнал был в 1958 году, и, собственно, выходил весь 20-й век. Слушайте, а то, что он выходил всего 4 раза в год, он актуален вообще был с той информацией, которая в нем? Вы знаете, судя по листку спроса, очень актуален и остается актуальным. Его заказывают наши читатели, причем заказывают и старые номера, то есть за 60-е, 70-е годы, и заказывают современные номера. Слушайте, а вот эти журналы вы рассказываете, то есть, получается, их можно заказать из хранилища, посидеть в библиотеке, почитать? Да, совершенно верно. Журналы выдаются в режиме читального зала, и журналы 20-х годов в том числе. А для научных работников, начиная с уровня аспиранта, доступен абонемент профессорского зала. Слушайте, а есть ли какое-нибудь интервью, вот на ваш взгляд, в каком-нибудь из журналов, либо какая-то статья, которую вот вы говорите, вот нужно обязательно прочитать, взять журнал за, не знаю, 38-й год и вот эту интервью прочитать, именно эту статью? Вы знаете, я, к сожалению, не могу сказать по 30-м годам, что есть какая-то статья. Но вот из журналов, например, мне очень нравится журнал «Петербургский театральный журнал». И вот его я очень советую с ним познакомиться, любителям театра, театрального искусства. Чем этот журнал интересен? Он достаточно современный, он начал выпускаться после 92-го года. И изначально этот журнал был ориентирован на спектакли петербургских театров и на интервью с выпускниками Петербургской театральной студии, кто работал в других городах. То есть очень интересно посмотреть на культурный, не знаю, пласт, культурную ситуацию с северной столицы нашей в такие непростые 90-е годы благодаря этому журналу. То есть он отражение эпохи, грубо говоря. Да, он отражение эпохи. И уже сейчас журнал несколько переориентирован и публикует информацию о том, что происходит в театральной жизни нашей страны в целом. А вот изначально это именно информация о санкт-петербургских театрах, санкт-петербургских актерах. Журнал жив до сих пор? Да. А вот скажите, по статистике вообще, вот эти театральные журналы, как показывает практика, они вообще живучие, либо какой-то период времени, 2-3 года просуществовали и все, закрылись? Вы знаете, театральные журналы живут, назовем так, очень активной жизнью. И это свидетельствует, у нас сейчас в отделе как раз проходит выставка в преддверии года театра. И на ней мы представили театральные журналы из нашего фонда. Так как театр – тема достаточно обширная, то нашу выставку мы посвятили Московскому художественному театру. То есть истории создания этого театра, информации о его основателях. И на эту выставку приходит достаточно много людей. И нам регулярно звонят, узнают, есть ли тот или иной журнал на выставке. Выставка платная, бесплатная, где проходят сроки? Выставка бесплатная, как и все мероприятия библиотеки Белинского. Проходит на пятом этаже здания пристроя нашей библиотеки до конца ноября. Тут успеваем. Да. А 8-го, например, ноября в рамках этой выставки, в поддержку этой выставки, у нас проходит литературно-музыкальная гостиная памяти Петра Ильича Чайковского. Так, ну-ка, пару слов давайте. Литературно-музыкальная гостиная памяти Чайковского в этом году исполняется 125 лет со дня ухода из жизни композитора. И 6-го ноября в России отмечается День музыки Петра Ильича Чайковского. И, собственно, что у нас будет звучать на этой литературно-музыкальной гостиной? Романсы на музыку русских и западноевропейских композиторов 18-го, 19-го веков. Например, у нас точно будет звучать Моцарт, которого очень любил Петр Ильич. Конечно же, романсы на музыку Петра Ильича Чайковского. Мы же говорим, естественно, о живом исполнении, да? Да, разумеется. И стихи поэтов Золотого века, собственно, современников, композитора. А то самое живое исполнение у нас будет представлено лауреатами всероссийских и международных конкурсов Александрой Туринцевой и Ириной Супчевой. Вот вы все услышали, то есть и журналы можно посмотреть, и полистать, собственно говоря, и на это мероприятие угодить. Евгения Федотова, зав. Центром депозитарного хранения документов у нас была в гостях. Спасибо вам. Хорошего дня. Спасибо.